а готов вот спрашиваю по поводу интернета вот буквально недавно полгода назад у нас была на съемочной площадке у девочки истерия истерика девочки всего пять лет и на 4 4 что с тобой случилось а потом когда я увидел что она делала она подошла к аквариуму как ванну подошла и около аквариума делать так что он так ела ты не ты не поняла она хотел увеличить рыбку вот казалось бы смешно вот и представляешь насколько можно детей зомбировали интернетом планшетиками всеми темы люди не общаются люди сейчас общаются в интернете я очень часто провожу мастер-классы среди детей он один на один уже общаться не может он не понимает понимаешь он уже он уже начинает вот как как-то знаешь вот он какие-то подсказки уже начинает искать все чуть зомбирован до общаться нужно вопрос возник знаешь как позвоню другу вопрос там кого-то еще значит или вопрос зала да эти можно воспользоваться но зомбировать тем играми я просто ради интереса прошел на протяжении двух минут и посмотрел как просто идут люди 80 процентов люди идут так или с интернетом да значит или там в наушниках но в основном это вот так вот там вот вот так то есть вся информация возникает здесь плохо это или хорошо воспринимать нужно самому себе если тебе это нужно бог тебе судья но я своих детей предположим стараясь чтоб все-таки он брал книжечку читал книжечки чтоб он брал карту мира я не мог назови мне где украина а он мне показывает значит там на монголию правда правда это вот 11 класс я тебе клещи скажу я уже об этом говорил когда я приехал в грозный зашел в класс и говорит я говорю скажите пожалуйста а вот кто выиграл войну там да кому вы знаете вы и начальников они мне рассказывают все а мне где-то ли сенька а чего удивляетесь у них переводной класс он должен знать своих 7 покорений предков по папу маму бабушку я приезжаю в москву я спрашиваю володя что ты делаешь ты в кадре тебя не покажут так 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 я захожу москву я захожу московскую школу и говорю послушайте а вот скажи пожалуйста вот такой жук как певец это не военачальник а я говорю ты улыбаешься тогда скажи кто твой дедушка у него паника а кто твой прадедушка у него паника они не знают не знают задай себе вопрос вот ты как журналист ты про бабушку прадедушка знаешь своих знаешь ты умничка потому что ты журналист но в основном 70 процентов не знаю история история начинается знаешь откуда с твоей семьи будешь знать свою семью будешь знать историю